Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок литературного чтения. На уроке нам понадобится только лишь учебник литературного чтения. Итак, вы готовы? Начинаем! Начнем мы наш урок сегодня с игры викторины. Я думаю, что вы все без особого труда справитесь с вопросами из этой викторины. Давайте начнем за них отвечать. Итак, первый вопрос под буковкой А. Отгадай название рассказа по опорным словам. Дача, страх, мальчики, ежик. Правильно, ребята! Это страшный рассказ Евгения Чарушина. Следующий вопрос под буковкой Б. Убери лишний персонаж и отгадай название рассказа. Ребята, утка, собака, утята, кот. Уверена, что вы догадались, что лишняя здесь собака, кот. Потому что это произведение Михаила Пришвина «Ребята и утята». Задание под буковкой В. Отгадайте по пословицам, о каком рассказе идет речь. Кто дрожит, тот и бежит. Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идет. Вспомнили? Ну, конечно же, это отважный пингвиненок Геннадия Снегирева. И давайте вспомним, кто же автор этого произведения. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок. Правильно, это Сергей Михалков. Молодцы, ребята. А мы продолжаем работать с вами дальше. Отгадайте загадки. Летом серый, зимой белый. Не надо громко кричать, я понимаю, что вы уже догадались. Длинное ухо, комочек пуха, прыгает ловко, любит морковку. Правильно, ребята. Это заяц. Уверена, что вы уже все догадались, что мы сегодня с вами будем говорить и читать про зайца. Тема нашего урока сегодня – сравнение художественного и научно-познавательного текста. Один текст у нас будет из энциклопедии, а другой – это будет произведение писателя Николая Рубцова. Но прежде чем мы с вами перейдем к текстам, давайте с вами вспомним, что же такое энциклопедия. Энциклопедия – это сборник научных сведений и справок на различные темы. Предназначены для обширного круга читателей. Обращаю ваше внимание, что энциклопедия – это такая книга, у которой нет ограничений по возрасту. То есть воспользоваться энциклопедией может человек в любом возрасте. Энциклопедии могут быть на самые разные темы. Они бывают обо всем в одной книге и отдельно по каждой теме. И, ребят, скажите, пожалуйста, а где можно, в какой энциклопедии, вернее, можно найти сведения про зайца? Ну, конечно же, в энциклопедии о животных. И вот сейчас мы с вами прочитаем про зайца, текст про зайца из энциклопедии. Откройте, пожалуйста, страничку 101 учебника и отыщите этот текст. Обратите внимание, что это текст из энциклопедии. Итак, начинаем читать вместе со мной. Все приготовились «Пальчики в книгах». Заяц из энциклопедии. Этот небольшой зверек с длинными ушами, топориком, тебе хорошо знаком. У зайца отличный слух и бегает он очень быстро. При этом он несется зигзагами, делает крутые повороты, чтобы запутать врагов. Их у зайца очень много. Неудивительно, что его называют трусишкой. Про боязливых людей часто говорят «труслив, как зайц». Итак, ребята, в тексте нам встретились не совсем понятные слова. Давайте немножечко разберем. Ушки топориком. Это значит «торчат вверх», потому что зайчик все время прислушивается, и он всегда на чеку. Несется зигзагами. Бежит не по прямой линии, а все время петляет, то есть он запутывает следы. Итак, ребята, что же можно сказать по прочитанному тексту? Мы с вами прочитали текст из энциклопедии, а он содержит точные сведения о повадках зайца и его образе жизни. Переходим ко второму тексту. Автором второго произведения про зайца является Николай Михайлович Рубцов. Он родился в 1936 году в Архангельской области, и он очень рано остался без родителей, поэтому воспитывался в детском доме. Коля был одним из лучших учеников. Третий класс он закончил похвальной грамотой, и уже тогда он написал свое первое стихотворение, и так началась его творческая жизнь. Особенно Николай Рубцов любил темы родины и природы. Он прожил короткую жизнь, всего лишь 35 лет. Стихи для него были самым главным в его жизни. Тихотворений для детей у него было всего 12, и больше половины из них он написал о животных. Обращаю внимание, что для детей он написал всего лишь 12 произведений. И сегодня мы с вами послушаем произведение Николая Рубцова про зайца. Найдите, пожалуйста, это произведение в учебнике на страничке 100. Итак, приготовились? Начинаем читать. Про зайца. Заяц в лес бежал по лугу. Я из леса шел домой. Бедный заяц с перепугу Так и сел передо мной, Так и обмер бестолковый. Но, конечно, в тот же миг Поскакал в лесок сосновый, Слыша мой веселый крик. И еще, наверное, Долго с вечной дрожью в тишине Думал где-нибудь под елкой О себе и обо мне. Думал, горестно вздыхая, Что друзей-то у него После дедушки Мазая Не осталось Никого. Итак, ребята, Мы только что с вами прочитали произведение Николая Рубцова Про зайца. Я думаю, что особых трудностей с пониманием текста у нас не было. Во-первых, мы с вами догадались, что это было стихотворение, Потому что оно записано четверостишьями И при помощи рифмовок Там есть рифма И думаю, что единственные вопросы должны были возникнуть Вопрос должен был возникнуть только про дедушку Мазая Кто же такой дедушка Мазай И почему именно после дедушки Мазая У зайчика не осталось никого из друзей Посмотрите, пожалуйста, ребята Дедушка Мазай Это дедушка из произведения Николая Мекрасова Который однажды во время половодия Когда по весне начал таять снег и лед Разлилась вода И этот дедушка на лодке спасал зайцев Видимо, наш зайчик тоже был одним из тех, кого спас дедушка И поэтому он считает, что кроме дедушки Мазая Друзей у него больше нет Ребят, если у вас будет возможность И вы не читали это произведение То можно его прочитать У кого имеется дома книжица Или посмотреть мультипликационный фильм Дедушка Мазай и зайцы А мы продолжаем с вами работать дальше Мы прочитали произведение Николая Рубцова Про зайца И сейчас давайте с вами попробуем Два этих текста сравнить Итак, мы будем сравнивать сразу два текста между собой Статью Заяц из энциклопедии и стихотворения Николая Рубцова Про зайца Ребята, какой из этих текстов художественный, а какой научный? Думаю, что вы все догадались Что статья из энциклопедии, конечно же, это научно-познавательный текст А произведение Николая Рубцова про зайца, конечно же, художественное Какова тема статьи из энциклопедии? Ну-ка Правильно, тема про зайца И у Николая Рубцова тоже тема про зайца Но только здесь описывается встреча человека именно зайца Кто главный герой в статье из энциклопедии, ребята? Молодцы, заяц А в произведении Николая Рубцова в стихотворении Кто главный герой? Тоже заяц Молодцы Давайте с вами теперь опишем портрет героя Что говорится про зайца в энциклопедии? Вспоминаем, ребята Зверек с длинными ушами Имеет отличный слух Быстро бегает Много врагов А что говорится про зайца у Николая Рубцова? Бедный Обмер Бестолковый Думал Корисно Вдыхая Итак Следующий вопрос Какова же цель текста Из статьи Из энциклопедии? Для того, чтобы представить точную информацию о зайце Этот текст был написан Правильно А цель текста Про зайца Для того, чтобы передать чувства автора Его отношения к герою А теперь, ребята Автор текста энциклопедии Обращается К чему? К знаниям К уму К памяти читателя А автор текста Итак, несмотря на то, что главным героем в обоих текстах является заяц Эти тексты сильно различаются Обратите внимание, герой один и тот же, а тексты совершенно практически разные Текст из энциклопедии Необходимо будет выучить стихотворение Николая Рубцова Про зайца Итак, ребята, урок окончен До свидания Будьте здоровы И обязательно оставайтесь дома